Ваши орхидеи до сих пор стоят без корней, значит вам стоит попробовать йодную подкормку. Посмотрите, как мне удалось за столь короткое время, благодаря йодным подпиткам, получить настоящую охапку букет корневой системы. Конечно же, это не заслуга одного единого йода, потому что я использую настоящий комплекс рациона регулярного и сбалансированного питания. И тем не менее, за что может точно отвечать йод и за что он в принципе полюбился мне, он ускоряет обмен веществ. А как уже известно, именно от обмена веществ зависит скорость усваиваемости всех полезных витаминов, аминокислот, минералов, то есть то, что потом питает и удобряет наши корни. Кстати, если вы хотите получить двойной эффект, то есть не только получить корневую систему на зависти, а также, чтобы ваша орхидея порадовала вас так долгожданным выпуском нового цитоноса, тогда йод точно подойдет вашей орхидее, как никто другой, потому что он как раз-таки может своим свойством обеспечивать как раз-таки появление и зарождение новых клеток цитоносов. Все это происходит благодаря тому процессу, за который отвечает йодный механизм, а именно та скорость обмена веществ влияет на внутриклеточный механизм очень глубокие ткани листьев, корней или же цитоносов, что влияет на их скорость появления и вообще в принципе зарождения. Поэтому, когда мы говорим контекст цитоносов, то это очень узкое будет понимание, что мы будем рассматривать только фосфорикалий. На самом деле давным-давно уже открыто и доказано, что большинство и микроэлементов также играют в этом далеко не последнюю роль. Преимущество йодной подпитки является в том, что вам понадобится всего лишь 2 капли на 1 литр воды йода 5% обычного аптечного. Если рассматривать контекст фарма йода использования, то там уже процент содержания йода идет 10%. Поэтому, касаемо этого препарата, я не могу сказать, что вам понадобится, например, 1 капля из перерасчета. Поэтому, если вы приобретете другой препарат, как фарма йод, то я рекомендую вам следовать согласно инструкции от производителя. Но если вы, как и я, решите последовать моим советам и использовать обычный йод из аптеки, то точно могу вам прекандовать и ручаться за 2 капли. Они не навредят вашим растениям. Это проверено лично мной. Я могу отвечать за свои результаты. Можно уже заметить, как пробуждаются новые отцветления и почки на цитоносах. Что касается периодичности применения йодной подкормки, здесь тоже очередной очевидный ее козырь. Для здоровых растений даже во время цветения можно и нужно использовать 1 раз в месяц в среднем. Не чаще, чем 1 раз в 21 день, если вам так сильно понравится эффект, и вы будете уже спешить повторить процедуру. Для больных растений я рекомендую поддерживаться формулировки не чаще, чем 1 раз в 10 дней. Обратите внимание, это помогает в среднем 1 раз в 2 недели получать такие вот просто впечатляющие результаты. Обратите внимание, корешочек, который кажется даже иногда с сухим уже состоянием и возможно его стоит удалить. На самом деле, не торопитесь это делать. Посмотрите, верхняя часть корней у этих орхидей, она заметна и очень сильно смотрится такой пострадавшей. Здесь есть и как пересушенные корни, и так немножечко уже сгнившие в какой-то свой момент времени. Я их пыталась удалить, но то есть, конечно же, воздушные корни конкретно в этом горшке вызывают только, конечно же, какой-то степени печаль. Потому что, конечно же, такое растение хочется поскорее, досрочнее пересадить. Но я вас хочу успокоить, если, например, у вас такая ситуация, как и у меня, и растение сейчас пытается твести. И вы по состоянию и по активности появления корневой системы, которые сейчас красуются в кадре, можете судить, а я даже больше скажу, утверждать в том, что растение сейчас чувствует себя весьма хорошо. Тем более, сейчас покажу корни внутри горшка, тоже выглядит весьма в удовлетворительном состоянии. Поэтому такое растение рекомендую даже не трогать напротив, потому что воздушная часть уже устаканилась, микрофлора уже держится на должном уровне. И, в принципе, трогать, торможить растение и создавать дополнительно стресс нет необходимости. А йод как раз и обеспечивает нам протекцию, то есть защиту от загниваний в дальнейшем, потому что ведь это как еще параллельно идет антисептическое свойство йода. Поэтому мы получаем большой-большой плюс и пользу от простой одной подкормки. Поэтому, если вы сомневаетесь трогать ваше растение, доставать, менять ли ему условия, потому что часть корней, возможно, уже пострадала, тогда я рекомендую вам воспользоваться йодом, который и поможет вам на время, по крайней мере, отсрочить эту процедуру, и пока растение сможет вполне себе естественным образом просуществовать весьма комфортно и без ущерба для своего здоровья. Посмотрите, корни внутри горшка я их поливала сегодня, йодом поливала, и посмотрите, как они прекрасно выглядят. Для себя я запомнила, что приблизительно один раз в две недели я поливаю своих ослабленных растений, и один раз в месяц я поливаю те растения, которые ни в чем не нуждаются. Но опять-таки, нет предела усовершенства, и, как я уже показывала в предыдущих своих видеороликах, кстати, если вы не смотрели про йод, обязательно ознакомьтесь, в названиях фигурирует название йод, и вы сразу поймете, о чем идет в сюжете. То там мои растения настоящие поражают воображение. Вот можете обратить внимание, сколько новых ростов уже появилось на одном растении. И все это благодаря тому, что йод был использован по назначению и по необходимости вовремя. Это помогло растению запастись комплексом питания, потому что, как вы знаете, я приверженец не моноудобрений, а комплексных универсальных подпиток, которые могут похвастаться как аптечные средства, так и химически готовые решения. Так вот, это помогает мне создать настоящий кладезь полезных веществ в орхидеи. И потом, когда, например, я использую контекст йода за счет того, что он ускоряет метаболизм, клетки начинают появляться и зарождаться. И потом мы получаем вот такие вот постоянные ответвления, новые цитоносы или новые листики, или же корешочки, которые показала сразу ранее. Кстати, просто не могу не отметить, с йодом ваши орхидеи забудут о грибковых заболеваниях от слова «совсем». И фитофтора, и фузариоз, и другие известные грибковые заболевания, которых уже знатно настрадались наши растения, они станут для них уже по плечу. Орхидеи смогут выстоять перед ними, потому что их иммунитет сможет их защитить сил непогоприятных наступлений условий. И поэтому ваши растения всегда будут тратить силы только на себя, а не на защиту в противостоянии от болезни. Положа руку на сердце, мы понимаем, что, конечно же, не только йод как препарат в роли препарата играет в том, чтобы наши растения смогли держаться в здоровом состоянии. Конечно же, благодаря уже причине, то есть именно зарождению корневой системы, уже после действия йода, именно корни на себя возлакают эту обязанность по защите и поддержке растительного организма от каких-то патогенов. Именно поэтому мы все так озадачены именно тему корней орхидеи и все стараются нарастить как можно лучше, как можно мощнее корневую шапку, потому что ведь это превентивная функция. Это проводники, которые помогают орхидею как в облаке держать в протекции от патогенов. Как я уже сказала ранее, йод подходит нам только сугубо исключительно 5%, потому что я использовала только такую концентрацию, и поэтому могу ручаться и утверждать, гарантировать результат от йода 5%. Поэтому если вам удалось раздобыть йод другой концентрации, например, повыше, то я не рекомендую вам делать перерасчет, потому что одна капля, по-моему, мне будет сильно мало, ну а больше будет намного выше шанс того, что может риск получения ожога, особенно на сухую корневую систему. Поэтому вот еще мой совет вам, предварительное увлажнение корней пойдет только во благо корням орхидеи. Точность тазировки йодной подкормки играет очень важную роль, поэтому я всегда настоятельно рекомендую воспользоваться исключительно пипеткой для глаз. Она продается в аптеке, стоит недорого, но прослужит вам годы, год за годом. Поэтому мы не можем заменить, как альтернативу, к примеру, взять даже микрошприц или инсулиновый шприц, потому что это намного сложнее, и все-таки там капелька будет другого размера. Поэтому если вы хотите получить точно какие результаты, какие получаю я, то я рекомендую вам настоятельно. Две капли с пипетки для глаз. Вот так выглядит одна капля йода. Отмерять ее я не вижу смысла, ведь можно воспользоваться тем, чем придумали для нас и за нас. Пользуйтесь на здоровье, и пускай корни ваших орхидей будут совершенно шикарные и прекрасные. Желаю всем и каждому такую корневую.